Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Я мама в декрете и хотелось бы знать ваше мнение по поводу подростков. Как правильно выстроить отношения с ребёнком и как развить в них личность. Ну, во-первых, если вы мама в декрете, то не совсем понятно, по крайней мере для меня, почему вас интересует, как правильно воспитывать подростков, как правильно выстроить отношения с подростком. Потому что если вы в декрете, то у вас будет грудной ребёнок и соответственно подростковый возраст начинается с 11 лет, как бы, при чём здесь подросток не очень понят. Если у вас есть сейчас ребёнок-подросток и вы как бы ждёте ещё одного ребёнка или у вас есть грудной ребёнок, это другой вопрос. Если вы в декрете и у вас подросток, это третий вопрос. И по каждому вопросу, в принципе, как бы есть свои нюансы. То есть, ну, например, есть нюансы относительно того, как выстраивать отношения, например, с подростком при условии, что есть маленький ребёнок. Как выстраивать отношения с подростком, если вы в декрете, вот как, собственно, вы и пишете. И как выстраивать отношения с подростком, если, соответственно, у вас, ну, если вы не в декрете, если вы, ну, условно там, говоря, да, если вы работаете на постоянной основе, но вы говорите, что вы в декрете. Поэтому тут нужно, на мой взгляд, исследовать этот момент, как минимум. Вот. Мой ответ, если мы говорим, мы говорим про мой ответ, наверное, будет в первую очередь касаться каких-то общих аспектов. То есть, ну, будет касаться каких-то общих моментов. Вот. Потому что всю историю, все моменты, связанные с воспитанием детей, раскрывать не имеет смысла. Это слишком большой. Получится материал и слишком большой получится. Объём вам будет сложно его воспринимать, скорее всего. Дальше. Значит, и что касается личности. Я бы здесь хотел сказать, что очень часто много используется это слово. Личность. Но, к сожалению, далеко не всегда есть у людей какое-то вот понимание того, что такое личность. Вот. То есть, далеко не всегда есть, ну, чёткое понимание того, что такое личность. Поэтому, мне бы хотелось здесь вам в первую очередь, наверное, задать вопрос. Знаете ли вы сами, что такое личность. Знаете ли вы, что из себя представляет личность, да, и так далее. То есть, вот. То есть, вот. Это, на мой взгляд, достаточно важный момент. Вот. Если вы, что такое личность, не знаете, но при этом хотите, чтобы личность, вот, как вы, ну, как вы говорите, там, развивалась и так далее, то, ну, как бы тут уже есть определённые условности. Хотя бы потому, что личность практически всегда – это выбор. Личность – это выбор человека. Личность – это то, что является выбором человека. Поэтому взрастить личность невозможно в силу того, что личностью человек становится сам. можно воспитать характер, вот, именно характер. Характер действительно можно воспитать, вот, но характер, как правило, не то же самое, что и личность. И в психологии характер воспринимается крайне неоднозначным. Вот. Именно, именно в силу того, что часто, ну, довольно часто это характер является тем, что очень сильно портит жизнь человеку именно за счёт того, что делает его не свободным, делает его достаточно костным, делает его не чувствительным. Вот. Я думаю, что выстраивать отношения с детьми вообще и с подростком, в частности, нужно на свободу-свободу. Не бояться косячит, потому что, так или иначе, вы, скорее всего, косяки у вас будут, и это нормально, вот, косячит все и, на мой взгляд, не косячит невозможно, мы все люди и косяки это не косячит невозможно. Естественно. Но одно дело, если эти косяки свободны, то есть следствие свободы, следствие опыта, следствие проявления чувств, естественно, и совсем другое дело, если эти косяки следствие, следствие чего-то, ну, чего-то пережатого, следствие чего-то перекрученного и так далее. Я с позиции своей школы психотерапии выступаю за то, чтобы прислушиваться к себе, прислушиваться к своим эмоциям, своим чувствам, своим желаниям, которые у вас есть, и позволять им своим желаниям определять вашу модель. Цель поведения. А именно. Захотели – поиграли с ребенком. Захотели – не поиграли. Захотели – провели время. Не захотели – не провели время. Человека необходимо учить, на мой взгляд, в первую очередь свободу. Свободе быть собой. Свободе быть собой может быть разным. В смысле, что сегодня я могу хотеть одного, завтра я могу хотеть другого, с тобой поиграть, завтра я могу уже с тобой поиграть не хотеть. И вот, на мой взгляд, это очень важная деталь. На мой взгляд, это очень важный момент. Потому что, как мне кажется, далеко не везде и, к сожалению, не во всех отношениях такая свобода есть. Далеко не во всех отношениях, далеко не во всех взаимодействиях между людьми есть свобода и возможность быть собой. Поэтому этому нужно учиться. И желательно, чтобы этот процесс проходил под наблюдением, скажем так, психологом, под наблюдением психотерапевтом. Чтобы направить вас, чтобы помочь вам, чтобы показать вам, как нужно. Вообще, наиболее восприимчивые дети к примеру. Знаете, к такому личному примеру человека. И, соответственно, если вы способны своим примером показать, как, например, вы реагируете на какие-то события, например, что вы плачете, когда вам больно или тяжело. Да? Плачете. Радуетесь, когда вам радостно или весело. Вот. Грестите, говорите о своих чувствах. Это для ребенка одновременно создает и чувство свободы, и чувство защищенности, и ощущение близости. То есть это такое, получается, многостороннее, я бы сказал, даже комплексное состояние. Другой вопрос, что для этого нужно развивать в себе чувствительность. Качество, которое, к сожалению, часто отрицается людьми. И вам необходимо это сделать. Вот. А подростку, если мы говорим про подростка, то подростку необходимо больше внимания уделять личным границам. То есть очень важно уважать личные границы подростка. Потому что в этот период человек растет, пробует свои силы, пробует всегда. Вот. Ему кажется, да и, в принципе, во многом так и есть, что он, ну, самостоятельным в целом. Вот. И необходимо давать ему эту свободу. Вот. Необходимо позволять ребенку совершать ошибки, нести ответственность за свои действия. В том числе, даже когда вам эти действия, как скажутся, откровенно вредными, откровенно какими-то неудачными. Кроме, конечно, прямых случаев угрозы жизни. Этого, конечно, допускать не нужно. Безусловно. Вот. Наверное, я бы как-то так бы вам ответил. Наверное. Я бы вот с такой точки зрения вам бы ответил. Конечно, важно множество других фактов. на которые сейчас обратить внимание довольно сложно в силу формата общения. Например. Важна ваша личность, ваши ценности, ваши приоритеты, предпочтения, ваши привычки и то в целом, как вы, например, привыкли обращаться со своими чувствами, со своими эмоциями, со своими переживаниями и так далее. Это очень важный момент. Потому что от ваших приоритетов, от того, какие они, от ваших выборов, свободных выборов, а не под давлением, зависит то, как будет развиваться ваш ребенок. Если вы, допустим, сами не чувствуете себя свободно, если вы сами не ощущаете себя хозяйкой в своей жизни, то, скорее всего, и ваш ребенок не будет так себя чувствовать. Ну, а извините, с какой стати? С какой, извините? Кстати, ему чувствовать себя свободно, если вы себя так не чувствуете, если вы себя так не ощущаете. Ну, здесь, по-моему, все довольно-таки логично выглядит. По крайней мере, я на это надеюсь. Вот. Что касается личности, то я бы все же несколько бы уточнил этот момент. То есть я бы все же хотел бы уточнить этот аспект в том смысле, что все-таки личность, на мой взгляд, довольно сложная, сложная конструкция, сложное достаточно образование. Вот. Что поговорить о ней? Вот так, ну, скажем, скажем, так достаточно просто. Мне кажется, что личность достойна того, чтобы ей уделяли больше внимания. Мне кажется, что личность достойна того, чтобы к ней относились, ну, более, может быть, деликатно. что, вот. Сейчас мне кажется, что вы все же не совсем понимаете смысл слова. Личность, личность, личность. И я бы не хотел, чтобы возникала какая-то, ну, путаница. Я бы не хотел, чтобы возникали какие-то ошибки. Я бы не хотел, чтобы, ну, условно говоря, какое-то вот недопонимание возникало бы. Вот. Поэтому я предлагаю вам поисследовать вашу личность. Я предлагаю вам посмотреть, где ваша личность. А дальше уже, дальше уже смотреть. Ну, вот. Более, скажем так, конкретно, на ситуацию. Вот. Вот такой, примерно, ответ я мог бы вам дать. Надеюсь, что в целом, надеюсь, что в целом, вам моя мысль плюс-минус, плюс-минус ясна. Хотя допускаю, что какие-то вещи могли показаться вам достаточно неоднозначным. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодит. Всего доброго. Удачи. 2-3-3-3-5-9-9-9-9-9-10-9-9-9-10-9-9-9-9-9-9-10-2-8-9-9-9-9-10-9-9-7.